Продолжалось ее пребывание на ковре. Ну и сейчас весовая категория до 55 килограммов. Чикако Мацуката против Бритни Лавердер. Представительница Канады Лавердер и японка Мацукава. Очень много зрителей сегодня в спортивном зале сельскохозяйственного университета Пекинского. Но еще раз напомню, это дворец спорта, в котором проходили многие виды соревнований во время Олимпийских игр 2008 года. В том числе и соревнования по борьбе. Сразу прошла в ноги японка. Выход на спину. Один балл судьи показали. Как клещ сейчас Мацукава вцепилась в соперницу. Еще два балла. Вышла на спину. Сейчас будет пытаться оторвать соперницу от ковра. Но та защищается очень, пока очень неплохо. Поднимают судьи спортсменок в стойку. Сразу обозначила свое преимущество японка. Довольно серьезное такое цифровое выражение это преимущество получило. Уже через минуту борьбы. 3-0. После такого стартового резкого натиска японка, ну не хочу сказать, что сбавила темп, но так стало, может быть, в большей степени работать на удержание этого счета. Напомню, два раунда по две минуты. И, в общем, итог складывается из результатов этих раундов. 20 секунд остается до окончания первого раунда. Я не думаю, что сейчас будет японка обострять ситуацию. Это ей и не нужно. Она предлагает англичанке бороться, предлагает ей проявить активность, но при этом очень удачно защищается. Мы видим, что вот левая рука, она в качестве некого такого контроллера на протяжении вот этой минуты, прошедшей, была выставлена. Ну и канатке, собственно говоря, была уготовлена участь статистки в этой схватке. Ну, то, что сейчас показывает ей тренер, наверное, можно перевести как то, что надо брать плотнее захват. Пытаться, как говорят боксеры, войти в клинч. И в этом ближнем бою уже пытаться, ну, может быть, через грудь бросить. Или просто перевести соперницу в партер. Затем, чтобы попытаться уже дальше или переворот накатом совершить, или просто за счет выхода на спину заработать балл. И тем самым с минимальным счетом хотя бы одержать победу. Но вот мы видим, что японка не изменяет себе. Она по-прежнему так на расстоянии пытается держать канатку. Неплохой проход в ноги. Если встанет, может быть опасно. Забавная сейчас была ситуация. Но канатка может получить балл. И не один, а целых два балла она получила. Вот в этой контратаке, в этой очень сложной борьбе, когда было немало шансов у Мацукавы выйти на спину сопернице. Но вот мы видели, что очень хорошо отоборонялась. Так скакала журавлем на одной ноге канатка. Но вот тем не менее, тем не менее удалось ей... А, вот видите, внесли все-таки некую коррекцию арбитры. Сначала показали два балла в пользу канатки. Нет, счет 1-1. И вы знаете, наверное, это справедливо. Я хоть и озвучил цифру 2, но, откровенно говоря, были у меня сомнения, когда же там канатка успела второй балл заработать. Вновь попытка захватить ноги соперницы. Сейчас понимает Мацукава, что довольно так серьезно изменился рисунок борьбы. Да, наверное, не столько рисунок, сколько настрой со стороны канатки. И вот в этой агрессии, в этом таком давлении, которое по степени, наверное, выше, нежели она демонстрировала в первом раунде, вот канатка сейчас может получить преимущество. И вот тот благополучный фон, который создала Мацукава в первом раунде, он сейчас по большому счету отсутствует. Что, успела? Успела получить оценку? Ну, в этом раунде 1-1 по баллам. Ждем продолжения. Этот раунд не выявил победительницы. Если только в последний момент судьи не показали оценку и что-то там не изменилось на табло. Ну, вот видите, судя по всему, оценка была в пользу канатки. Ну, и теперь третий, третий период схватки. Да, вот это настроение, с которым канатка вышла продолжать борьбу, оно действительно кардинальным образом, это настроение отличалось от того, что было в первом раунде. Но вот сейчас, сейчас японка вовремя спохватилась, уже имеет она 1 балл. Поднял судья спортсменок в стойку. Да, куда исчезла эта легкость? Неужели в первые 2 минуты японка вот настолько растратила силы? Или же все-таки, все-таки это связано с изменением в поведении представительницы Канады? Скорее всего, видим, как тяжело дышат обе спортсменки. Устали, несомненно, устали. Мацукава из Осаки, из Торонто Левердер. Приблизительно одинаковое время обе занимаются борьбой. Японка 6 лет уже на ковре. А то, что касается канатки, ну, чуть меньше, она 5 лет занимается борьбой. Почти ровесница, несмотря на то, что канатка на год старше, ей 21 год, японке 20. Но позже она пришла, пришла в борьбу. Какая сложная концовка. Какое будет принято решение судьями. Сейчас, судя, сейчас, видимо, будет небольшое совещание. Что, вновь ничейный результат. Не видно, к сожалению, что там показывает табло. Отсматривают арбитры. Вот эти вот очень напряженные моменты концовки. Так и хочется сказать, голову убери, пожалуйста, уважаемый. Нет, он нас не услышит при всем желании. Вот самое интересное происходит именно за этим стоящим там товарищем. Да, раздосадована, конечно, Мацукава. Так все здорово начиналось. Но какое преображение продемонстрировала Лавердер. На кону золото весовой категории до 55 килограммов. Первые всемирные игры боевых искусств. Так, ну вот успевает до сирены. Да, по-моему, до сирены успела. А вот здесь, здесь выход на спину зафиксировали. Или вот это тоже в качестве контраргумента канатки должно получить свой балл. Ну, вообще, если канатка одержит победу, конечно, это будет маленький подвиг. Да, вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, Британи Лавердер. Спортсменка из Торонто. Представительница страны кленового листа. Столь неожиданно оказывается победительницей весовой категории до 55 килограммов. Продолжение следует...